Не закрывайте нас садик, пожалуйста. Мы очень его любим. Детский сад – это наш второй дом. Мы очень любим, светенькая, там учиться. И мы очень любим своих воспитателей. Не секрет, что детский сад маленькие дети зачастую воспринимают как второй дом, а воспитатели для них как мамы. Поэтому слух о возможном закрытии детсада номер 61 в Балакове и ребята, их родители восприняли очень болезненно. Мы очень любим этот садик. Мы здесь ходим с двух лет, то есть с яселя. Нам очень жалко терять этот садик. Так произошло, что с прошлого года нашу группу постоянно пытаются закрыть или нас переселить в другой садик, что нам территориально было максимально неудобно. Напрямую родителям о закрытии детского сада никто не говорил. Они пришли к такому выводу, как говорят следователи, по косвенным уликам. Нас оповестили, что нашим воспитателям дали уведомление о сокращении. Есть у меня лично знакомая, которая живет в доме, здесь недалеко, в соседнем. Они подают заявление о том, что мы хотим ходить в этом садике. Им отвечают, что нет, мы набор не берем, садик будет закрыт. На наш запрос в комитете образования пояснили, что сам детский сад не планируют закрывать. А вот группы, в которых не хватает детей, могут объединить. И ребята, которые уже готовятся к школе, могут оказаться в одной группе с более младшими детьми. Будут разные дети разных возрастов в группе. Если они разные по возрасту, то разные интеллекты, разные способности к говорению. И мой ребенок может начать говорить хуже из-за того, что он будет с маленькими детьми. Меня это не устраивает. Детский сад номер 61 – единственный на весь пятый микрорайон. И если его закроют, то детей придется водить в соседний микрорайон. Но хватит ли там места для размещения всех воспитанников? В комитете образования объясняют, идет снижение рождаемости. И в некоторых детсадах группы набирают по 5-6 человек. Поэтому их и объединяют с другими возрастами или переводят в ближайший сад. При этом перед чиновниками стоит задача не закрыть ни одного детского сада. Потому что когда-нибудь уровень рождаемости повысится. И к этому надо быть готовыми. Продолжение следует...